Сестры, может быть кто-то из вас помнит, что мы не закончили разбирать один вопрос. Мы говорили с вами о человеке и о том, как Бог спасает человека. И то, что делает христианское учение уникальным и неповторимым, потому что нигде нет того, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе. Всякое учение, называющееся религиозным, везде, где упоминаются какие-то попытки достичь Бога, речь идет о том, чтобы человек самосовершенствовался, улучшал себя и таким образом увеличивал свой шанс на то, что Бог обратит на него внимание и где-то в загробной жизни увеличивать шанс того, что ты не будешь в погибели, а тебе будет определена участь соответственно тому, как ты улучшился. В той или иной вариации это проповедуется везде и повсюду. Когда мы берем в руки Священное Писание, когда мы читаем Евангелие, Новый Завет, то там говорится о том, что человек абсолютно не способен спасти себя. И сколько бы ни предпринимал он усилий, сколько бы попыток человек ни предпринимал, он никогда не сможет всеми своими стараниями, добрыми делами, постами и молитвами никогда не заслужить себе вечной жизни и Божьего благоволения к себе. Ситуация была бы тупиковой, если бы Господь не послал своего сына на эту землю, который сделал следующее. Он взял на себя положение грешника, понес наказание грешника, умерев на кресте, понеся жуткие страдания и мучения, быв в то время отлучен от своего отца, что является участью каждого грешника, а нам даровав все заслуги, которые имел сам. И мы об этом немало говорили, и оказывается, что Бог сделал так, что сегодня тот, кто принял этот путь спасения, уверовал в Господа Иисуса Христа, приходит к Богу и принимается Богом, как Сам Иисус Христос. Это невероятно. Только от того, что я поверил в смерть и воскресение Иисуса Христа, принял водное крещение по вере, запечатлен Духом Святым, и вот я прихожу Богу молиться, вчера, или грубо говоря, до этого момента, я не имел никакого права разговаривать с Богом, и вдруг такая резкая разница, не просто какое-то плавное построение взаимоотношений с Богом, не просто какой-то плавный поворот, вчера не имевший никакого права, как написано, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные, и вдруг сегодня я, не спевший некогда поднять глаз, прихожу и меня принимает как первородного Божьего Сына Иисуса Христа. Это все дано как дар, благодаря тому, что Иисус умер на Голговском кресте. И когда мы понимаем эту вещь, у нас снимается очень много таких странных вопросов, когда мы наблюдаем вокруг себя, и я думаю, что каждый ловил себя на таких мыслях в отношении других людей, в отношении самого себя, когда мы смотрим на людей и думаем, вот этому бы я Духа Святого не дал, а он получил раньше, чем тот, а вот этому бы дал уже давно, положительный человек, вот этому бы дарование я бы не давал, а вот этому бы дал аж несколько за один раз. И почему это Бог благословляет этого человека, а не благословляет того? Мы смотрим на это все, иногда мы говорим сами себе и говорим, так странно, сегодня у меня была такая хорошая молитва, а ведь я был нехорошим до этого. Или наоборот, я был таким хорошим, почему у меня молитва такая тяжелая, как каменная плита на моих плечах. Все эти вопросы появляются от того, что мы все еще думаем, что Божий Дух, вечная жизнь, дарование благодати, дары Святого Духа распределяются в зависимости от того, как хорош человек. И вы знаете, это очень тонкий вопрос, и мы с вами говорили о том, что когда Павел учил, он учил этому лучше, чем кто-либо, люди слушали его и делали вывод, и говорили, «Так давайте же оставаться во грехе, какие проблемы? Мы уже приняты Богом, мы не заслужим дарования Духа Святого, жизнь вечную, так зачем и для чего тогда стараться?» И вот на этой ноте мы с вами расстались какое-то время назад и хотели узнать, зачем же оправданному человеку, который уже Богом назван святым, который принимается Богом, как сам Иисус Христос, зачем Ему еще исправлять свой характер, мышление, поведение и так далее. Вот об этом мы сегодня попытаемся говорить. Вы знаете, что Бог не принимает, как мы видим, среднего положения. Я не очень плохой человек, пусть и не самый лучший, и я не могу достичь Бога даже в этом положении, точно так же, как и тот, кто самый худший. Потому что в законе написано, Галатам 3 глава 10 стих, цитируется из Ветхого Завета, «Проклят, кто не исполняет, и здесь говорится две вещи, постоянно и всего, что написано в книге закона». То есть для того, чтобы не быть проклятым, а проклятие это из отлучения от Бога, я должен исполнить первое, все, что говорится в законе, и второе, исполнять это постоянно, не по настроению, не по ощущению, не выборочно какие-то заповеди. Если в моей жизни нет исполнения абсолютно всех заповедей и постоянного исполнения заповедей, то даже если уже вот-вот-вот и без пяти минут совершенства, этот человек так же далек от Бога, как и самый падший грешник. И аналогичная мысль у Якова 2 главе 10 стихом, написано, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Вот эти мысли нам нужно с вами понять для того, чтобы оценить высоко, что сделал Господь для нас. Никто из нас, даже человек, исполнивший 99% заповедей, 99,9% всех заповедей, не может спастись сам своими силами. И вот почему в Библии упоминаются такие слова, как, например, в книге Откровения сказано, «Купи белые одежды». Белые одежды в Библии сравниваются с праведностью, и мы знаем, что она дана нам даром, подарена, потому что человек оказался неспособным себя спасать. Почему Библия говорит «Купи эти одежды»? Наверное, многим из нас понятно, что одна из самых больших трудностей для человека – это перешагнуть свою гордыню. Гордыня – это такой страшный враг, который сидит внутри нас, и, как сказал один Божий человек, грех крепится на гордости падшего существа. И вот это зло самое первоначальное, которое человеку не позволяет принимать правильные решения, предпринимать правильные действия. Ну, давайте такой простой пример, скажем, поднять ручку с пола. Это очень легко почти любому человеку. Но если кто-то вам скажет, «Ну-ка, ручку подними», то чувствуйте, что теперь эта ручка стала весить тонну, и у нас в спине появился какой-то лом, чтобы наклониться и поднять эту ручку. То есть действие само по себе физическое, ничего не значащее. Но кто-то уязвил нашу гордыню, кто-то посмел нам приказывать. Я сейчас не учу реакции на это вообще. Я говорю о том, когда просыпается гордыня, и вдруг легкое становится трудным в это время. Это очень большой барьер. И поэтому, когда мы говорили, Иисус пришел на землю, и пришел и стал показывать этот путь спасения людям, то многие не приняли, положительные люди не приняли. Почему? Потому что им нужно было заплатить за этот путь, и заплатить путем отказа от своей гордости. Как выражается этот отказ? Признать свое собственное ничтожество. Все, что достиг в жизни человек, каким он был совершенствующимся, что он сделал, теперь вдруг ему надо признать, что он так же не может спастись, как и те, кто вообще ничего не делал, ни над своим характером, ни со своей совестью, ни со своей нравственностью. Он должен поставить себя в одно положение. Вот это и есть цена. И эту цену мы должны платить постоянно. Потому что нам нужно сохранять это положение в Господе Иисусе Христе непрестанно. И как только в нашу жизнь приходит гордыня, начинается обратный процесс. И еще для завершения хочу один интересный текст прочитать. Я думаю, что для многих из вас он был загадкой, для меня был загадкой. Это книга Левит, 13 глава, 12 и 13 стихи. Там приводятся слова из инструкции о том, как священнику взаимодействовать с прокаженными людьми. Это очень подробная инструкция. Буквально по цвету кожи, по цвету язвы, по цвету волос на этой язве мог священник определять, заразный больной или не заразный. И вот это заразный, не заразный выражалось словом чистый и нечистый. И там как бы все понятно, и мы как бы не медики, но читаем, ладно, ясно. Но что интересно, один признак такой непонятный, когда человека признавали чистым. Я читаю этот текст. «Если же проказа расцветет на коже и прокроет проказа всю кожу больного, от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, то есть полностью покрытые проказой, как с Иовом произошло, как с Гиезией произошло, слугой Елисея, и увидит священник, что проказа покрыло все тело его, отчаянное положение, ни одного живого места написано, но написано, то он объявит больного чистым». Я раньше читал это место, думаю, непонятно. Весь покрыт, вот пятнышко, пятнышко где-то, он признается нечистым. Там пятнышко, такого цвета пятнышко. А проказа покрыла с ног до головы, и священник объявляет его чистым. Чуть ли не здоровый человек. Знаете, я вижу здесь очень серьезный образ, это, кстати, объясняет, почему Гиезий продолжал общаться с людьми, будучи покрыт проказой своей, он объявлен был не заразным человеком, но я вижу здесь очень серьезный образ. Братья и сестры, первый путь к чистоте, первый путь к святости, первый шаг, правильный так сказать, выразится, это когда человек все свое признает грешным, падшим и испорченным. Когда человек в мыслях имеет, Боже, я не такой уж плохой, у меня есть еще за что меня спасать, у меня есть еще за что тебе меня любить, это не чистый человек, но который покрывает свою голову и говорит, нет на мне живого места, ничего во мне нет хорошего. Вот этот человек почему объявляется чистым? Потому что он в одном шаге от принятия Иисуса Христа. Он ни за дипломы, ни за стажи, ни за достижения, ни за чего не хватается, говорит, Боже, если ты не спасешь, я погибший человек. Вы знаете, когда речь идет о наших грехах, тут как-то понятно, все знают за своей спиной, но человеку хочется вынести вперед свои дела и достижения, помогал бедным, я переводил через дорогу старушку, я посещал больного, Господи, неужели ты такого вот-вот не спасешь? Я молодец. Знаете, я бы хотел, чтобы мы поняли, человек без Бога, человек без Бога, это как корзина с грибами. Грех подобен ядовитым грибам, мухоморам и прочим поганкам, а добрые наши дела подобны грибам, изъеденным червями. Да, это вроде бы не ядовитый, не ядовитый гриб и не отравит, но любое дело, сделанное не в Боге, не с Богом, выжатой из ветхой нашей природы, когда мы пытаемся показать Богу, что мы что-то еще можем, это не более чем гнилой гриб. И когда Дух Святой открывает глаза человека, и он смотрит на свою жизнь, и смотрит в эту корзину, он не сортирует мухоморы и гнилые грибы, он вытряхивает все. Он говорит, Боже, все мое, все, что у меня есть самое лучшее, не способны меня спасать, я не способен называть это добром в полном смысле, спаси меня, Боже. Вот почему такой человек, этот человек, который с ног до головы признал себя потерянным, чист, еще секунда, и вера спасет этого человека. И когда мы с вами говорим о том, что сделал Господь для нас, очень это большое и важное дело, и так Господь вменяет нам заслуги своего Сына Иисуса Христа, и мы приходим к Господу, и вдруг читаем, и в Библии написано, Святой доосвящается еще. А мы с вами говорили, что тот, что нам дал во Христе, Бог это совершенство, это идеал, и святее мы не будем того, что Бог подарил нам, той святости. И как это так, Святой доосвящается еще. Я хочу еще один момент здесь отразить. Посмотрите, в человеке, во многих людях есть это желание стать другим, стать правильным человеком. И вот смотрите, что получается. Без Господа создается замкнутый круг. Для того, чтобы мне общаться с Богом, я должен стать идеальным. Но я не могу вообще изменяться, если я не буду общаться с Богом. Только Бог может изменить меня, чтобы я стал хорошим, но я должен стать идеальным, чтобы общаться с Ним. Бог не принимает средних вариантов. И голговская жертва разрывает этот замкнутый круг. Христос делает нечто, что мы уже получаем право, и как Библия говорит, доступ к Отцу. Мы получили доступ к Богу. Нас принимает как Божьего Сына Иисуса Христа. И мы получаем, наконец, то общение, которое изменяет нас. Потому что, хотя не совсем будет правильно сравнить эту святость, о которой говорится, как о совершенной, как о дарованной нам, говорить о ней лишь только как о положении, но в основном это положение. Это как гражданство. Человеку вручили документы. Он гражданин какой-то замечательной, цивилизованной страны. Но согласитесь, что в этой стране можно занимать очень разное положение. И Бог говорит, ты зашел на территорию Моя Царства, я дал тебе право, ты не мог никогда в жизни заработать это право. Я тебе дарю, ты гражданин Божьего Царства. Слава Богу! Зашел бесплатно. Теперь не надо дремать на границе с таможенниками там. Жить на подаянии вновь приходящих. Начиная развиваться, эта страна, которая имеет большое будущее, начинает двигаться. Тебе дали гражданство не для того, чтобы ты бомжевал у полосатых столбиков. Тебе данное-то для чего-то. Тебя вытащили из каких-то там третьих, десятых, четвертых стран, где там убивают, грабят и насилуют. Тебя привели сюда не для того, чтобы ты успокоился, но святой да освящается еще, ты должен знать, что это за страна и как здесь жить. И поэтому Священное Писание говорит нам об этом. И я хочу говорить о причинах. Уверен, что сегодня мы обо всем не скажем. Но первая причина освящения уже святого, совершенствования уже совершенного, когда я, кажется, уже получил все, что мне надо, я могу говорить с Богом, у меня есть вечная жизнь. Первая причина естественная реакция. Много можно приводить примеров, но вы знаете, наверное, тоже всем знакомо. Когда вы, допустим, денечек провели так неактивно, ни в шахте, ни на огороде, ни где-то под автомобилем, такой спокойненький день на уровне офисной работы, да, и вот кажется, что одежда сохранила свой такой к четырем часам опрятный вид. И как бы никто не жалуется на то, что от вас разит или еще что-то, все как бы замечательно. Но обратите внимание, если вы принимали душ и потом берешь эту футболку и вот после душа уже не идет, уже что-то не то, уже вот ее вот одевать, которая казалась нормальная вот уже, и уже вот уже как-то не то, и хочется где-то найти что-то посвежее деть. Вы знаете, когда Бог оправдывает человека, у него внутри появляется естественное отторжение к прежнему образу жизни. Без всяких еще приказов, без всяких повелений, никто еще ничего не сказал. Ты покаялся, Бог помиловал тебя, Бог произвел на тобой, ввел в свое царство, назвал своим детем. Еще, может быть, никто не сказал ничего. Ты чувствуешь отторжение к тому, что было раньше. Это один из явных признаков, что оправдание действительно произошло в твоей жизни. Потому что на самом деле то, что Бог сделал с нами, это не просто выданный документ, который можно положить в карман, но это когда тебя с одного места переводят в другое, когда вы вот из какой-то картонной коробки, где ваш смокинг потрепанный довольно-таки хорошо смотрелся и вдруг вас вводят в замечательное помещение. Вы же заметили, да, что как-то хочется что-то как-то это переодеться. То, что там, где я ходил дома в трико и футболке нормально, и вдруг меня завели в какой-то дворец, мне хочется скорее убежать и что-то изменить. Это естественная реакция. Бог вводит человека в свое царство. Человек получает величайшие права дитя Божьего, гражданина этого небесного царства, и смотрит на свое в характере, в мышлении, в поведении, несоответствии, и говорит, мне столько дана, мне столько дана, как надо мне скорее, скорее к этому статусу-то приближаться и соответствовать, о чем и сказано, делайте твердым ваше звание и избрание. Вот это очень важный момент, это не, я повторяю, это не то, что к человеку даже что-то сказали, вот это внутреннее содрогание от прежнего, это признак того, что ты начал взаимоотношения с Богом, ты рожден свыше. Почему в Библии написано, рожденный от Бога не может грешить, это тоже загадка для многих стихи, непонятно, ну понятно, что не хочет бы грешить, было написано, или там старается не грешить, написано не может, как будто захотел бы, да не могу. Священное Писание говорит в этом стихе о том, что мы можем сказать о рыбе. Рыба не может жить на воздухе, может оказаться на воздухе, может быть выброшена на берег, может, но жить там не может. Она начинает себя вот так, то же самое, что нас погрузить в воду, наоборот, или выпустить свободный полет в воздухе. Каждому свое, птичке воздух, рыбке вода, нам, землянам, ходить по земле, и там, где для нас естественная среда, мы можем там жить. И когда говорится, рожденный от Бога не может грешить, это говорит о том, что когда он согрешает, у него нутро начинает колыхаться, у него все там содрыгается, задыхается. Если мы эту реакцию некоторые, к сожалению, подавили, а кто-то подавил ее вполне, мы рискуем оказаться в положении, в котором Библия говорит, деревья дважды умершие. Первый раз умер в Адаме, грехе Адама, второй раз умер, когда был уже рожден свыше, и вот эта новая жизнь внутри тебя противилась греху, беспокоила тебя, тревожила, она задыхалась, ты говорил, молчай, я не пойду, я в жизнь об этом не расскажу. И вдруг чувствуем через некоторое время, а мне и хорошо. Вот это самое страшное, когда мы грешим и нам хорошо, участи хуже не существует. Это может оказаться признаком второй духовной в смерти, которую человек пережил в своей жизни. Итак, первая причина освящения уже святого, это естественная реакция новорожденного духовного организма на прежний образ жизни. Естественная реакция. Второе, вы знаете, когда мы говорим с вами о том, что мы оправданы только верой, это абсолютно верное утверждение. Мы оправдываемся только верой. Но в Библии есть такие тексты, я их некоторые упомяну, не буду говорить даже, где написано, вы помните их. Написано в послании к евреям держаться исповедание упования неуклонно. Откровение держи, что имеешь. Снова евреям держитесь спасения. Первое, Тимофею держись вечной жизни. Снова евреям будем твердо держаться исповедание нашего. Несколько текстов я привел, которые говорят о том, что нам подарено и вот за него надо схватиться. Это такое, знаете, в оригинале слово переводится хвататься и схватиться. Вот мне подарили эту ценность. Знаете, как это пенсию получает пенсионерка? Где она у нее лежит? Не в шубе вот тут в кармане портмонео. Где-то там, знаете, глубоко-глубоко мы прячем эти денежки, чтобы в автобусе, трамвай никто не забрал, внутренний карман, шубы, пальто и так далее. Мы видим в этом ценность. И когда человек получает спасение, Библия говорит, ты должен за это хвататься. Зачем? Вот еще можно ответить на один вопрос. Боже, а почему вот это спасение не взять, да не приклеить нам, чтобы ты никуда не делся? Как некоторые говорят, спасение ни три рубля не потеряешь. Приклеил бы ты, Боже, его к нам на крепкий-крепкий клей. И куда бы я ни пошел, оглянулся, везде со мной этот сзади кислородный баллон, куда бы я ни погрузился, все у меня замечательно и хорошо. Зачем нам такую вот проблему создавать, чтобы постоянно по карману хлопать со мной в порядке, все, все на месте. Зачем вот эта перепроверка, вот эти усилия? Вы знаете, у Бога есть такая очень важная деталь во взаимоотношениях с человеком, которая с одной стороны нам очень нравится, а с другой стороны нам очень не нравится, в зависимости от настроения. Эта деталь наша свободная воля. вот когда Бог говорит нам делать что-то, что может быть нам по душе, нам нравится, никаких проблем не возникает здесь в этом деле, но в случаях, когда Бог говорит нам что-то, что нам делать нельзя, мы, знаете, так радуемся, а у меня есть выбор, я свободный человек, вообще человек, который уверовал в Бога, уже должен осторожен своей свободой, словом свободой обращаться, но вы знаете, когда мы чувствуем, оглядываемся назад, я знаю это ощущение, ты оглядываешься назад и ты видишь, как часто ты приближался к пропасти и ты был в таком положении, еще немножко, ты потерял бы своего Господа и хочется, что Господь, ты вот это у меня забери эту свободу-то, забери ее у меня, не хочу я ее, а он что делает, не забирает, незыблемый принцип оставляет и вы знаете, вот эта хватка за спасение, подаренная нам, когда мы держимся за Господа, знаете, о чем это говорит и для чего это надо, как постоянное, непрестанное подтверждение нашей добровольности во взаимоотношениях с Богом. вот когда батька держит руку ребеночка, да, переводит через дорогу, какой у ребеночка выбор? Минимальный, он может там дрыгаться, ему надо куда-то что-то, но у папки такая крепкая рука, что все уже никуда не денешься, но вот когда папа держит ребенка за ручку, это выбор папы, и вот вы знаете, если бы Бог схватил нас так, что ты никуда не денешься, то некоторые бы уже думали, все бы, уже я, уже надышался спасением, уже хватит, Господи, уже все, спасибо, мне замечательно, все было здорово, очень вкусно, можно уже в другое место, не делать так Бог, он всегда человеку вот эту возможность оставляет, она закончится однажды, там в вечности, к нашему большому счастью, выхода из вечности, из вечной жизни нет, я так этому рад, но вот здесь, пока на земле, весь этот период, Библия употребляет такую терминологию, держаться, и вы знаете, что некоторые не удержались, и Библия говорит о средстве удерживания, какое это средство, они отломились, неверием, а ты держишься, верою, смотрите, какая интересная вещь, получили верою, держимся верою, и кажется, что как бы об освящении то вопроса нет, надо продолжать просто крепко дальше верить, и все, но вы знаете, что вот вера, которую называют иногда рукой, рука, которая берет, это хорошее сравнение, но вы знаете, руки-то бывают разные, они бывают слабенькие, бывают беспалые, бывают жирные, и бывают такими, что вот она есть, а держаться трудно, так вот, братья и сестры, у веры тоже есть свойства, и на свойства веры отрицательно влияет грех, и положительно влияет святость, держимся верою, но свойства веры напрямую зависят от образа жизни человека, я хочу вас процитировать вам один текст, Исаия 7 глава, 9 стих, один пророк сказал, вы не верите, потому что не удостоверены, один еврей, Раввин, я думаю, что он был, он перевел этот интересный текст так, если вы не верите, это потому что вы неверны, знаете, меня это натолкнуло на очень серьезную мысль, на самом деле Священное Писание показывает зависимость от того, как я себя веду, в зависимости от того, как я верю, обратите внимание на то, что человек, который нарушает верность, нередко подозревает в неверности других, я, например, на 99% уверен, что человек, который обвиняет церковь в переполнившемся лицемерии, есть лицемер, с самого малолетнего возраста я нахожусь в церкви, среди сотен людей имел близкие взаимоотношения с людьми и были неприятности и все, но за эти десятилетия, братья и сестры, я не могу сказать, что эти люди наполнены лицемерием, я знаю, что я лицемерие встречал разовыми случаями, я не могу сказать, что 20-30 лет в этой церкви я страдал от лицемерных, я не могу так сказать, и когда я слышу это от кого-то, я думаю, наверное, там этого так много, что человек это видит много вокруг, я не имею в виду случаи особые, когда человек вырос в семье, где папа и мама, это, конечно, страшно, потому что папа и мама представляют нам всю церковь, но вы смотрите, здесь говорит, да, Давид Иосифсон, этот переводчик, говорит, не верите, потому что неверно, неверность Богу убивает веру Богу, когда человек прощает других людей, ему легче верить в то, что Бог прощает его, и так обидчивому человеку трудно верить в Божие прощение, потому что у него самого это в жизни так мало присутствует, с одной стороны, можно сказать, что я не правомочен сравнивать Бога и человека, но сам делает так Иисус, помните, когда он говорит следующие слова, если вы, будучи злы, умеете даяние благим детям вашим давать, да, то есть вы не дадите вместо хлеба камень, вместо рыбы змею, вместо яйца скорпиона, говорит, он говорит, показывает на нас и потом на Бога, говорит, смотрите, вот даже вы так не делаете, тем более Бог, и одна бабушка никак не могла вот поверить, что Бог взял, да и простила ей все грехи, и проповедник так смотрел на нее и думал, что же сделать, и говорит, бабушка, пить хочу, дай водички, она говорит, может, чайку тебе, он говорит, давайте чаек, а может с вареньем, давайте с вареньем, и знаете, она сделала ему чай, с вареньем, он вмешал, попил и говорит, бабушка, милая, смотрите, я у вас попросил воды, а вы мне не только воду, вы мне чай, да еще с вареньем, так неужели Бог не даст то, чего вы просите, если вы человек, дали мне больше, чем я прошу, у нее все морщинки засветились, она все поняла, все, и поверила в Божие прощение, понимаете, Бог ссылается на аналогию человека, и говорит, если ты, ты человек немощный, такой, вот, вот такой, да неужели я не могу, и поэтому в нашей практике освящения, братья и сестры, когда мы прощаем, когда мы проявляем верность, когда мы продвигаемся в том, что Бог называет добром, мы думаем, Боже, если ты вложил в меня способность вот так и так и так, то неужели ты не сможешь так сделать, поэтому освящение наше прямым образом влияет на качество нашей веры, на ее крепкость, на цепкость наших рук, которыми мы ухватились за спасение, и поэтому это очень важный момент, жирные руки, можно сравнить, к примеру, смотрите, вот жирные руки, это неосвященная вера, неосвященный человек, например, я сребролюбивый, сребролюбивый, я люблю вот шелест денежек, звон монет, смотреть, как у меня счета растут, да, я люблю это все, я верю в Господа Иисуса, я ухватился, нет, ничего тут похожего, я ухватился за спасение, да, вот я ухватился, сребролюбивый человек, прослойка между кафедрой, между спасением, моими руками, там жирность такая, поскальзывает, но ничего пока, пока ничего, держусь, и слышу сзади, работеночка-то хорошая есть, в собрание не попадешь, ничего страшного, где-то там бумажки подпишешь, неправильные, ничего, я чувствую, меня несет, я за спасение держусь, а ручки скользят, понимаете, скользят ручки-то, жирные ручки-то, серебро-то люблю, дальше, и меня тянет, и я, и так любое, и похоть может быть, там сзади какое-то лицо противоположного пола, привлекательное, делает предложение мне, а где-то у меня жадность, а где-то обида, и все это лишает меня сцепки, лишает прочности, мои взаимоотношения, с тем спасением, которое подарено мне, поэтому, братья и сестры, я уверовал, чтобы получить, я освящаюсь, чтобы сохранить, вот это очень важный момент, потому что, к сожалению, веру так мелко понимают, и доводят до уровня того, что Бог есть, и уже все, и это все, нет, и нет, и нет, Галатам 5 глава 6 стих, написано о вере, что ее действенная сила, что вера действующая любовью, есть очень яркий пример, у Яна в 12 главе, где написано, что многие начальники, помните такой текст, уверовали в Него, то есть они признали, важно уважаемые люди, признали, что Иисус не самозванец, а Мессия, но что дальше написано, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили, больше славу человеческую, нежели славу Божию, поверили-то в Иисуса, а полюбили-то славу человеческую, и спасение, при наличии веры, оказалось недейственным для них, почему? Верю в одно, люблю другое, сколь из нас в таком разладе внутреннем находится, когда проповедь идет о том, что главное это вера, и другая проповедь, что главное это любовь, обе проповеди правильны, любовь главна как цель, вера главна как средство, если нет веры, мы никогда не придем к любви, но если нет любви, под вопросом наличия веры, и поэтому мы видим здесь очень ярко, на примере этих людей, почетных, важных людей, что можно верить, я думаю, что они были твердо убеждены, что Иисус есть Мессия, но жирные руки не удержались у Него, славу человеческую любили, выскользнуло это из их рук, еще есть очень интересный текст, 1 Тимофея 3.13, написано, что хорошо служившая приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере, посмотрите, как опять образ жизни человека, образ его служения влияет на качество его веры, есть вера, а есть написано великое дерзновение в вере, нам всем сейчас, скажи, веришь в Бога, да, но вот вы заметили, что жизнь показывает, что какая-то она вот разная, по-разному мы на все реагируем, по-разному действуем, потому что в некоторых в вере есть содержание, великое дерзновение, великая смелость, 2 Петра 1.11, написано, покажите в вере вашей добродетель, и в конце сказано, так откроется вам, что? Свободный вход, вход уже есть, вход уже есть, но когда запускается от твоей веры, закономерный процесс, добродетель, заканчивающийся любовью, даже к врагам, Библия говорит, вопрос снимается, когда верю, 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 а смотришь на жизнь человека, непонятно, что с ним происходит, верующим или нет, очень трудно говорить о свободном входе, и Якова 2.22, делами вера достигла совершенства, спасаясь только верой, но ее качество, ее крепость достигается правильными делами, 2 Коринфянам 1.24, верою вы тверды, грех разрушает веру, и вспомните, когда отрекся Петр, вернее, перед тем, как он отрекся, что сказал ему Иисус, я молился о тебе, что, чтобы не оскудела вера твоя, Иисус, естественно, как никто из нас знает эти духовные процессы, что падение, духовное падение, сразу же нацеливается на самое главное в нашей жизни, на нашу веру, почему, потому что верой мы восстанавливаемся, и когда грех приходит в нашу жизнь, он сразу же, сразу же, и чем дольше мы позволим ему там оставаться, тем больше он разрушит нашу веру, и мы такие говорим, я потом покаюсь, и все будет хорошо, мил человек, ты можешь восстановиться только верой, но знаешь, во время твоего отпадения, грех может так долго, и так разрушительно действовать в твоей жизни, что когда ты попытаешься восстановиться, ты почувствуешь, что та вера, которая обеспечивает прощение, ее нет, Петр действительно очень тяжко согрешил, он отрекся с клятвой и божением, и Иисус знал, что вот такое отпадение, может не оставить ни следа от веры Петра, и если не будет веры, он не восстановится, и он говорит, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера, чтобы ты мог восстановиться, чтобы не смогло твое падение так окончательно разрушить тебе то, что может единственное спасти тебя, и потом говорит, ты обратившись, так как у тебя останется остаток веры, который поможет тебе обратиться, вернуться, утверди братьев, этим, братья и сестры, мы живем, что не позволяем греху настолько разрушать нас, что у нас остается вера восстановиться, поэтому мысль согрешу и покаюсь, очень опасная, ты можешь не иметь потом веры, для того, чтобы обратиться к Господу, еще один пример хочу привести, хочу закончить этот абзац, помните, когда при великий Иисусу принесли расслабленного, что первое сказал Иисус? Видя веру их, текст загадочный, кто-то говорит, что это вера приносящих, кто-то может посмотреть, что это вера всех их, но если говорить о том, что это вера принесших расслабленного, смотрите, что он делает, Иисус говорит, прощаются тебе грехи, этот человек, в отличие от своих друзей, не может веровать, потому что на нем вина, чтобы дать доступ в вере, в исцеление, в жизнь этого человека, Иисус прощает его грехи, снимает это бремя, снимает то, что разрушает веру, так, чтобы не только друзья, но и сам этот расслабленный поверил, Иисус устраняет причину, разбивающую наш грех, и последний пример, Матфея 5 глава 8 стих, Библия написана, чистые сердцем Бога узрят, вы знаете, когда мы очищаем наше сердце, у нас появляется, улучшается духовное зрение, и естественно, человек, который видит пред собою Господа, вера его не слабеет, а крепнет, то есть, я повторяю, братья и сестры, подчеркиваю мысль, мы никогда не заслужим ни грамма спасения, мы никогда не должны пытаться этого делать, спасение, усыновление, вечная жизнь, абсолютный, стопроцентный подарок от Бога, уверовавшим в него, и когда мы с вами освящаемся, это не попытки заработать спасение, а сохранить этот дар, почему освящение на это влияет, потому что вера, которой мы спасаемся, напрямую, ее качество и свойства зависят от образа жизни человека, грех убивает веру, святость укрепляет, ни поверхностная, ни лицемерная, ни показушная, ни внешняя, настоящая святость, это тема для отдельных проповедей, настоящий процесс глубокого освящения укрепляет нашу веру так, что спасение, подаренное нам Богом, все прочнее, скажу так, осваивается в нашей жизни, и сегодня я хотел бы молиться Господу, вы знаете, как говорит апостол Павел, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие, потерпели кораблекрушение, в чем? А при чем тут вера? Они же ведь совесть свою повредили, да потому что связь, прямейшая, совесть отверг, добрую, кораблекрушение потерпел, не в совести написано, хотя в ней тоже, а в вере, и сегодня, когда люди включают экран, бывает, знаете, экран компьютера, и увидели наготу, это распространенное поражение грехом в наше время, и некоторые из них, не понимая свойства греха, говорят, все равно кается, и одна картинка нанесет вред твоей вере, но 10 нанесут 10 раз больше, 100 картинок в 100 раз больше нанесут вере, и почему ты думаешь, что теперь разницы нет, что только мелькнуло перед глазами, или ты просидел несколько часов, этот вирус заходит в тебя, изгнаивает твою веру, нужно как можно быстрее, братья и сестры, прекращать и оставлять, иначе через несколько часов серфинга ты можешь заглянуть внутрь и не найти там то, что тебя могло бы восстановить, вот почему Священное Писание ярко подчеркивает дар благодати, и с не меньшим акцентом говорит о нашем освящении, о следующих вопросах поговорим в следующий раз, а сейчас помолимся Господу.